Теперь, что касается Ижевска, я бы разделил взаимоотношения и отношения к городу до и после. Не знаю, какой период назвать, но, наверное, до марта и после. Нареканий изначально было очень много. Я приехал в начале апреля. Невооруженным взглядом было понятно, что с них никто не вывозит. Грязь на дорогах. Мы очень большой объезд сделали всей территории практически в первые же дни. Но мы договорились со всеми, в том числе с главами муниципальных районов, городских округов, что у нас будет некий период, чтобы встроиться в новую систему, привыкнуть к новым требованиям. Я не могу сказать, что у нас это получалось с Юрием Александровичем, но в целом по большей части получалось. Городом управлять очень сложно. А городом, в котором 90% изношено сетей, у которых серьезнейшая проблема по дорогам, обманутые дольщики и прочее, могу перечислять очень долго, еще сложнее. И по большей части задач мы, собственно, вместе справлялись. Мы не ожидали там чего-то, каких-то подвигов и так далее. Главное, так сказать, чтобы не было противодействия, вместе работать. Но здесь произошли некоторые события, которые, ну, во-первых, значит, этот экстренный, так называемый, ремонт дорог, чушь и глупость полная. Мы видим, как ремонтируются после весны дороги. Никто не может ответить, почему один и тот же участок дорога ремонтируется каждый год по 6-7 лет. Мы-то понимаем сейчас, Ярослав Владимирович готовит некоторые материалы. Вот, это первая история. Вторая история, ну, некоторые есть решения, которые очень странные. Поэтому, конечно, сейчас, как и к некоторым другим главам, есть вопросы. К чему это выйдет, ну, давайте посмотрим. Но претензий, конечно, становится объективно сейчас больше. Есть моменты, которые, ну, без согласования с главой, с правительством делать нельзя. Мы бьемся, бьемся с дружщиками решить вопрос. И вот комиссия собирается и отказывает в предоставлении, значит, земельного участка. Чем-то мотивируя, что-то там придумывая. Ну, кто-то захотел, может быть, кто-то посоветовал Юрию Александровичу, я не знаю. У нас же много очень умных таких людей, заслуженных. Но точно сейчас какая-то история пошла, вернее, история наших заменщинников пошла другая. Ну, посмотрим, что дальше будет. Редактор субтитров А.Семкин